Быть или не быть нынешней управляющей компанией. Над этим почти гамлетовским вопросом жители микрорайона, что на Отважный и Карбышево, бьются ещё с августа. Их дома обслуживает энерготехсервис. После того, как эту контору стали заваливать жалобами, коммунальщики вышли к людям с предложением – создать товарищество собственников недвижимости. Так, мол, будет проще решить разногласия. Но горожане решили пойти другим путём – и сменить саму компанию. После чего, по словам жителей, и началась необъявленная война. И как только стали уходить дома от управляющей компании энерготехсервис, они обрушились на жильцов, на тех людей, которые активно работали в этом направлении, ну и на меня, конечно, с листовками. Листовки все, конечно, ужасные. Какие все плохие, управляющие компании, какая хорошая вот наша энерготехсервис. Они на сегодняшний день пытаются сделать свои реестры голосования, тоже ходят по домам, хотя не имеют этого права. Претензии к управляющей компании возникли, когда жители внимательно изучили квитанции и сравнили данные с показаниями счётчиков. Вот, например, за май мы переплатили столько гикокалорий, вот, в июне столько, а потом они не работают строго по счётчику, понимаете? Они что хотят, то творят. Председатель Совета дома Людмила Помогайбина уверена – люди переплатили по её подсчётам больше 300 тысяч рублей. Они уже сообщили об этом в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру. После того, как в жилинспекции пришёл ответ, что это они делают незаконно, в этом месте эту строку они убрали. В управляющей компании другая точка зрения. Её директор Антон Кондратьев уверяет – конфликт спровоцировали люди, которые заинтересованы в том, чтобы дома обслуживала другая фирма. У нас везде чистота, порядок, у нас всегда тепло. Мы собрали реестр голосов, который также мы отправили в жилинспекцию и в администрацию, где люди действительно большинством голосов избрали мою компанию. И поэтому те инициативные граждане, которые пытаются поддерживать предыдущего управляющего с его желанием навязать услуги другой компании, на настоящий момент с юридической точки зрения абсолютно необоснованы. В напряжённой ситуации есть и плюсы. Жильцы стали активнее. Они создали форумы по подъездам, участвуют в общих собраниях. Решения о смене управляющей компанией в жилищной инспекции примут в течение месяца. Жильцы 27-го дома по улице Отважная тем временем готовят обращение в суд. Олеся Карецкая, Станислав Левин. События.